Я не вижу ни одной причины, друзья, чтобы не вернуться в эфир. Тем более, что Team Yehack и Root Gaming готовы, а они драфтят уже в самой, что не на есть, середине драфта. Собственно, процесс пошел, как вы видите, причем активно пошел. Прежде чем он пойдет дальше, давайте поговорим о том, что вам было интересно. Итак, очень активно вы приняли участие в теме, за кого все-таки вы болеете. И вы знаете, ну вот ровно по 30% из вас болеют за Yehack и за Root. То есть мнения разделились, да, там, конечно, у нас были, ну, как всегда, варианты шуточные. И у вас все прекрасно с чувством юмора, поэтому кто-то топил за TC, кто-то топил за большую плохую птицу, кто-то топил за спорты, за самого себя. Но в целом 30, вот ровно 31% за Yehack и за Root. Это неспроста. Это неспроста, соответственно, любите вы и одну, и вторую команду. И, ну, мне надо быть в своих выражениях крайне толерантным по отношению к одной, ко второй команде, чтобы не обидеть вас, собственно, их ярых болельщиков. Ну, постараюсь это сделать. Ну, честно говоря, в прошлой игре не получалось быть толерантным по отношению к Yehack, потому что они проигрывали всю игру, но вы уж меня простите. Комментаторы, конечно, обязаны быть нейтральными, но, понимаете, когда вы русский комментатор, на International играет одна русская команда, на Вена играет в финале, вы не можете быть нейтральным, правильно, Вить? Ну, правильно, ну, честно, ну, нельзя так, нельзя. Вы должны просто... Своя рубашка, она ближе к телу. Ну, да ладно, тут пока рубашки две и две ненашенские рубашки. И вот у одной рубашки есть Виверна и Дезраптор, а у другой рубашки Тускар и Дазл. Посмотрим, чья же рубашка будет... О, слушайте, не зря нагубанили в прошлый раз. Вот раз она появляется. Хускар. Ну, с Хускаром, конечно, игры... Ох, если вы не смотрели эту имба-игру с Хускаром, посмотрите, я не знаю, кто играл. Нет, я узнаю, кто играл. Или потом узнаю. Короче, давайте посмотрим. У нас должны быть сохраниться эти... Сохранились наверняка эти записи. Так, хайлайты. Так, кто же там играл-то? Unknown против Pain, скорее всего. А, как тут понять, какая это игра? Третья или вторая? Это первая, это не то. Так, ладно. Первая, может быть, вот эта вот. Третья. А, да, это третья, отлично. Так, ну-ка мотнем. Да-да-да-да, Unknown против Pain. Игра номер 3. BTS Америка, ребята. 4 июля была сделана эта запись. Обязательно ознакомьтесь. Там, ну вот, гайд за Хускара всей моей жизни. Реально, такого Хускара вы вообще никогда не видели. А если видели, то вы просто один из тех счастливчиков, которому, возможно, повезет завтра выиграть в лотерею. Потому что такой Хускар там был невероятным, просто сногсшибательный. Вот еще раз. Unknown против Pain. У нас на YouTube канал, на YouTube канале вы можете найти, либо тут на Twitch тоже порезанное видео. Обязательно ознакомьтесь и посмотрите. Это стоит вашего времени. Так, тут какие-то активные диалоги. Так, тут какие-то активные диалоги. В общем, у нас небольшие тут, ну не то чтобы разборки. Не отпускает нас эта магия, вот которая, я говорил, что не было игры, а потом внезапно она появилась. Общаемся мы с Год Хантом и в недоумении, как так получилось. Он тоже не понимает, что произошло. Ну, что-то произошло. И вот игра. Давайте, наверное, уже оставим все, что вот не касается игры слева и справа от нас и сосредоточимся на драфте, именно на игре. Потому что можно вечно отвечать на вопросы и так далее, и так далее. Лучше будем следить за тем, что у нас происходит. Итак, давайте следить. Виверна, Дизраптор, Шторм, Шейкер. Очень голубоватый пик, я бы сказал. Хак, кроме Шейкера, Шейкер просто мохнатый. Но эти синие персонажи, они, ну не сказать, что они там все друг друга дополняют. Дизраптор хорош для того, чтобы… Дизраптор хорош, когда есть вырыватор типа Тейдхантера или Магнуса, который в толпу ворвался, всех собрал. Дизраптор туда, Кенетик Филд, Статик Шторм. Все, никуда вы не денетесь, дорогие мои. Иногда, конечно, Дизраптор хорош и в других ситуациях, но в тех ситуациях он крайне полезен. Шейкер просто тоже может это делать, но вы же сами понимаете прекрасно, что Шейкер с фастовым даггером – это романтика паба. Когда очень мало Шейкеров могут вынести себе даггер за первые 10-15 минут игры, в основном это даггер после 20-30 игры, тогда уже не так это все актуально, потому что преимущество надо зарабатывать такими сетапами как можно раньше. Выиграть файт на 40-й минуте – это не то же самое, что выигрывать файт на 10-й, на 15-й, на 20-й, на 25-й, потому что тогда преимущество уже гораздо больше сказывается в целом на игре. Ну, в общем, да ладно, Тим Ехак. Вот такой вот драфт у нас, пик, точнее, у Тускара, у Рутов Тускар, Дазл, Нага и Антимаг. Но у них по-прежнему, как и в прошлой игре, такой мобильно-агрессивный пик. То есть Тускар там будет сноуболить, как-то влетать, Антимаг будет сплитпушить. Ну, не знаю, насколько он там готов драться, потому что в прошлый раз у Клопу ничего не пошло, просто постоянно там спиритбрекер ее вместе с Леоном убежали. Эту девчушку-то гонялись за ним. Ну, не то чтобы гонялись, она просто приходила, а они тут как-то «Оп, здравствуйте, госпожа королева, как вам, не больно сегодня?» Нам вот все-таки больно. И Лина у нас появилась. Ну, не у нас, а у Рутгейминг. То есть, возможно, это Лина медовая. Прямо такая сладенькая медовая Лина. И тогда, 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 ну, все карты уже Руты свои показали, а осталось Яху Джах. Наверное, правильнее прочесть будет этот никнейм Джах. Что Джаху-то? Осталось ему джахнуть. Джахни что-нибудь такое эдакое. Ловкача какого-то, может быть. Ну, есть три мага, есть Шейкер. Тут Нага, Тимаг. Ну, такой пик Рутов неприятный. То есть, и подсейвы есть в большом количестве. Это Нага со Слипом, и Даззл с Шелугревом, и Тускар со Сноуболом. И Дизейблы есть, тот же Варлус Панч, тот же Станлины. И это Герокоптер. Вот он Ловкач. Ну, а теперь вот тут вот нарисовалась, да, эта уже комбинация. То есть, Татик Шторм, и Хаслэм, и Калдаун. Однако... Однако надо как-то заманить на пятачок всех персонажей Рут Гейминг, и выписать им по первое число. Как это сделать? Кто будет заманивать? Верно. Шторм будет заманивать. Летать будет Шторм. Такой... Я здесь, теперь здесь, а теперь здесь, а теперь здесь, а теперь Калдаун и Эхаслэм. Как-то так это должно выглядеть, наверное, в головах. Ехак. Но, может быть, и не так. Ну, вот честно, если не быть пред... А, вот смотрите, видите, то, что я говорил, сейчас я вам покажу. Ну, слава богу, не зависла у нас карта, но итог боя с прошлой игры остался. Вот, видите, Глим... А, все. Ну, вот теперь зависла. Друзья, вы видите черный экран, я вижу тоже черный экран, но сейчас мы быстренько попробуем вернуться. Ну, давайте вот так вот, чтобы не видеть черный экран. Кто-то может об этом, как бы, об этом баге сообщить в Вальве? Вальве! Спасите! Спасите, помогите! Так, ну я вот уже переподключился. Сейчас консоль закрою. Давайте вот почитаем. Что нам подсказывает? Нам подсказывает, что зажав клавишу Alt и нажав на шкалу здоровья и маны вражеского или собственного героя, вы сообщите своей команде о текущем запасе здоровья и маны этого героя. Очень болезненная функция. Очень. А, там уже сражение, сражение. Ферстбат где? Кого бьют? Никого не бьют. Наших бьют. Кто наши? Ну, активно-активно за руну тут как-то пытаются что-то сделать. Ну, похоже, руна достается шторму, хотя... Ну, в итоге здесь Таск забирает, а там штормы, ну, как-то все при своих, в общем, остались. Никто не подрался, никто не погиб, даже хпшечку особо не потеряли. Ну, я так понимаю, Дазл там что-то отхватил немножко пару лещей, оплеух от кого-то, не знаю, от кого. И Таск уже там... А, увел. Ой-ой-ой, что это было? Вы видели, он как-то так взлетел вверх, потом вниз. Во-во-во-во, что с ним происходит? Ты че, дружище, тебе какие-то чудеса на виражах просто. Я такое первый раз вижу. Это какая-то суперанимация или это что? Ну, это выглядело забавно. А, это может быть, типа, как это, таунт. Ну, давайте сейчас прочекаем. Как там прочекать? Нет, не так, вот так. Да, это, наверное, таунт был, насмешка. Баррел ролл, бочка, типа, ну, скорее всего, да. После первого сентября, может, это, наверное, какие-то из новых. Но выглядело это весьма, ну, не сказать устрашающе, но интересно. Так, Му уже тут получил себя весьма немало. А, подождите, он же увел всех крипов. По идее, должен был первый уровень получить. Нет, ну, ладно. Тут пачка-то достаточно большая, правда, заходит агрессивно за Тавр. Отбросился шардами Му, и отходит, отступает, отступает, отступает. Тут не надо ему не дать, не дать ему получить экспу. Правильно делает Big Bad Bird. Но, может быть, если бы Му вот так вот бежал бы. Ну, он примерно так и делает, еще и Виверна подошла. Ну, прям совсем они хотят Му хотя. Хотя Тавр, если сагрится на Big Bad Bird, то будет ФБ. Му, пошел шарды, есть сноубол. Сноубол, ферст, класс, молодец! Сноубол, где сноубол? Вот он, сноубол, оннигиляет. И вот его оннигилит, бежит назад, сейчас погибнет, скорее всего. Ну, или нет, у него 8 хп остается. Там расстреливает его, герокоптер бежит, летит. Но Му-то тоже 7 хп, у него 7 хп. 7 хп, тускар, беги! Таск, а какой? Три брони спасло его. Ну, хотя на самом деле нет. Тут его количество хп спасло, потому что магии плевался герокоптер. Шейкер, неплохо, вы знаете. Ес, да, неплохо, Шейкер, говорит, ес, неплохо. Ес, он говорит, ес, это ес, Шейкер, или ес, как да. Наверное, он ес, говорит, как ес, Шейкер. А, 2-0, кстати. Подождите, а почему 2-0? Алина забрала шторма. А, ну тогда да. Тогда 2-0. Все же, сработана статистика на ваших экранах. Герокоптер 10 крипов убил, а одного задана? Антимаг, в принципе, не отстает, Лина тоже не отстает. И Шторм, никто не отстает, все только друг друга догоняют и перегоняют. Ну, хорошо, саппорты пока что не фармят. Так как бы они и должны не фармить. И вот это вот интересно. А это еще интереснее. Прям вот совсем интересно, кто. Ну, а им эта руна особо не нужна, потому что они могут вкатиться в Шторма. Наблюдаем за Штормом, где Шторм? Так, Шторм, вот он, Сноубол, хорошо. Шарды, закрыли Шторма. У Шторма очень мало ХП, Станом попала Лина, Лине отдали, собственно, фраг. И 3-0 уже, 3-0, 0-3. Покажите итог боя. Заработали по 93 опыта парни. А, Лина Лайт Страйкер Рейм забрала. То есть Драгон Слэйв. Нет, смотрите, Лайт Страйкер РТ Стан у нас там дала, а потом Драгон Слэйвом забрала, скорее всего. Вот так это было. Ну, мне так показалось. Может быть, нет. И руна невидимости. А тут вы понимаете, что есть Риптайт. Риптайт означает, что, ну, то есть можно хорошо пробить. Вот сейчас, типа, батят на Нагую Сирену, а увидели на варде Му, и Му теперь будет убегать. Нагая Сирена в другую сторону бежит. Ну, тогда они так вот разделились. Ты сюда, я сюда. Ну, а тут остались Крепы с Виверной и Биг Бэт Бёрдом. Большой плохой птицей. Му пошел проверил. Говорит, нет, друзья, не-не-не-не-не-не-не. Not today. Не сегодня. Использует на полную катушку, собственно, руну невидимости. Вот осталось буквально чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, а Нага там проедает себе схованку, чтобы не сопрятаться и получать экспу. Оп, оп, втроем, втроем, втроем. Нага, Нага, ой-ёй-ёй, так близко к Наге. Она прям чувствует, как на их коже капли пота накапливаются и стекают струйкой. Так, есть ТП от желтенького Даззля. Сноубол, хорошо, Нага пришла, там расстреливают Рокет Баражем. Хорошо, попали по Биг Бэкз Бёрду. Он уже погибнет, еще не погиб, потому что Колдем Рейс. Они обернуты назад, все спасаются. А Анигилита присутствует их расстреливать, расстреливают. Возвращают нажат в Шалу Грейв. Хорошо, Даззла вернули, Даззла убили. Но расстрелять с Ускара не получится. Вот захлебнулась атака. В итоге минус один, но только минус один пока что. Минус два. Не очень хорошо подрались. Не очень хорошо. Ну, я, честно говоря, думал, что там будет лететь какой-то Антимаг или Лина. Ну, то есть боевой персонаж. А там был Даззль. И не повезло, не повезло. Все-таки нельзя недооценивать Виверну, которая спасла. Ну, благодаря Виверне, собственно, выжили, да? В Колден Брейс. Так, есть шарды. Хорошо, хорошо, хорошо. Где Сноубол? Сноубол? Нет Сноубола. Варлус Панч тоже отсутствует. А у Антимага, кстати, уже есть шестой левел. Ну, Шекер, типа... Ну, не знаю, не знаю. Навряд ли нужно что-то сделать Антимагу. Был бы у него там Ахаслэм и так далее, и так далее. Но был бы у Шекера Ахаслэм на пятой минуте. Был бы он, возможно, не Шекером, а кем-то другим. И так плывла, смотрите, два шестых, два пятых. Кстати, у Штарма пятый, у Герокоптера пятый. То есть они своим визави проигрывают. У оффлэйгеров одинаково, у саппортов тоже одинаково. Счет 3-2. Он на ваших, собственно, экранах. И Смоук, как купила, очень хочет быть агрессивной. Может быть, тогда не Нагу надо было брать, а вот что-то другое. Ну, то есть Леон, Раста. Есть масса агрессивных саппортов. Тут же была Нар, Spirit Breaker. Ну, там, наверное, в бане, конечно же, были некоторые товарищи. Там в спину заходит ТСи, оп, 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 ТСи понимает, никуда ему не деться. Скорее всего, просто будет что-то делать. Ну, халдил, там есть. Есть фиссура, Сноубу, правда, в Штарма ворвался. Забрали Штарма, хорошо. Голды Брейс бросает верно на себя. Ситочка в Биг Бэт Верда. Возвращает Биг Бэт Верда назад фана, но это его не спасет. Он сейчас погибнет, да, он погибает уже минус 2. И тут ТП делает, Герокоптер будет расследить. Там уже 3 персонажа, поэтому дальше не пойдет. Тут, в общем-то, 1 в 2 разменялись. И я бы сказал, что неплохо разменялись, если честно. Очень даже неплохо. Файт Рекап как бы… А, вот есть, да. Лина потеряла, Шторм потерял меньше. Лина опыта не заработала, Шторм заработал. Но тут зато вот Нага в таском получили. Получили, получили. Что, вопрос, вот делать с антимагом. Ну, потому что вчера мы тоже видели с вами антимага. Да, вот этот антимаг проиграл, но он был занозой во всех местах. Не только в ягодицах. Поэтому, учитывая, что здесь и Тускар боевой, и Лина, и Нага, и вообще ситуация абсолютно другая, то надо бы как-то придумать, что-то так. Нага, сетка, где-то. Ну, что-то вообще вышло, посмотрело. Шекер увидела, что Шекер без маны. Могла бы сетку бросить. У Шекера, конечно, есть, собственно, замечательный артефактик, который манку-то ему восполняет. Но, тем не менее, ману-то воспланет и хп отнимает. Так что антимаг мог бы этим воспользоваться. А фан здесь вот подставился, если честно. Я должен это понимать. А может быть и не Дональд. Не обязательно, конечно, понимать, но чувствовать это должен. Ну, тоже что-то чувствует. Пошел по реке. Ну, слушайте, даже звук есть. Слышите, как он бредет по воде и слышно, как он там перебирает ножками. Такие просто внимания к деталям. Ну, так когда Half-Life 3-то будет? Я уже хочу. 5-3, смотрите. 3, цифра 3. Half-Life 3 confirmed, друзья. Нет? Так не работает? Жаль. Может быть, если НАВИ станут трехкратными чемпионами интернешнала, так давай выпустят третий Half-Life. Но, не, я думаю, если вот так вот поставить вопрос, то просто скинутся все команды специально так, чтобы НАВИ выиграли. Я не знаю, что Half-Life ждут. В Доту вы играете или не в Доту вы играете. Вообще вы не играете, но вы тоже ждете Half-Life. Ну, давайте, нет, для Недфорсов, наверное, еще рановато. У-у-у, тут нас стакали. Ну, да, детка, сейчас я буду фармить все стаки. И эти тоже. И эти тем более. Но даже я их буду стакать, и стакать потом, фармить стаки. Так, есть Snowball, есть Фессура. Врезался. Ух ты, Варл Смальш, а что прилетает? Му! Ну, му, да, му был там, но теперь его там нет. Му погиб. Герокоптер просто застакал, фармить не стал. Но этим можно воспользоваться. Однако Battle Fury у антимага еще пока отсутствует. Слушайте, Елина как-то перефармила антимага на центре. Ну, это… Ну, не то чтобы это плохо, это наоборот хорошо. Потому что она переформила и шторма, это значит, да? Ну, 4400 у нее, нет ворсу, шторма 2800. То есть она на 2000 штате шторма переформила, переформила. Ну, это как бы показатель, я считаю. Это хороший показатель. Что касается ехагом, то надо ехагом что-то придумывать. Ну, например, смоки. А, во-первых, нужны шестые левела. Как минимум дизрафтеру нужен шестой левел. Виверни, ну, может быть, Виверни… Ой, ее припало к земле, Виверна, посмотрите. Вот, очень ей больно, ведь не может лететь, ползет. Ползет Виверна. Забавно так это выглядит, смотрите. Это эволюция, друзья. Смотрите, сначала мы ползали. Вот сейчас урок эволюции от ехаг. Сначала мы ползали, да? А потом мы взлетели. Так вот происходила эволюция, так что, если вдруг вы не знали, то теперь вы точно знаете, как это выглядело. Ну, не мы, там, динозавр, ящер, я не знаю. Мы-то еще не взлетели, ну, как бы сами по себе. Но хотя кто-то говорит, что лучистое человечество, там, не за горами, скоро будем, не знаю, летать, обмениваться мыслями в пространстве с помощью мыслей, без помощи айфонов и соцсетей просто так. Ну, да ладно, мы немножко отклонились от темы. А эти маг, кстати, вот посмотрите, Battle Fury, да? Еще буквально 800 и все будет хорошо. Или нет? Ну да, то есть 700 монет сейчас остается на Void Stone. Правильно же называется Void Stone? Где там Void Stone? Или вот здесь уже нет? Похоже, его здесь нет. Вот Void Stone, да. Void Stone, ну, как-то что-то я пропустил тот момент. Ну, в Домом Патче там переносили, да, и Power Booth, этот Ultimate Orb, теперь, ну, короче, не суть. Главное, что 5 на 4 счет, 11 на 100 минуты, графики давайте тоже прочекаем. Ну, они точно такие же, как и в прошлой игре, честно говоря. Преимущество, да, оно есть у рутов, но пока даже фрагов больше сделано от двух команд, но все равно игра, вот как и в прошлый раз, такая, ну, не то чтобы вялотекущая, она больше позиционная. То есть все, кто могут, они фармят. Нага там стаки делает своими иллюзиями, если делает, вот это и не сделала. Иллюзии, это плохо. Ну, я считаю, что нет ничего зазорного в том, чтобы расшарить свои иллюзии для каких-нибудь там тиммейтов. Пусть они так, тут сражение лагу... Ай, получилось почти убить анегилеты, но почти же не считается, та и Виверна вовремя подлетела. Да, уж обидно, обидно. Есть танк, кстати, с танк хороший, но Лина тоже фиссуру получает. Есть му, хорошо, где, где, где... А вот он, вот он, Варлл Спанч, Варлл Спанч! Прилетает на всю ману. Нет, не на всю ману, у него еще 300 ман остается, будет он му преследовать. Му бежит, Сигил, включил, Вичи Гейминг, здравствуйте! Так, ой, закрыл, закрыл там Вивернушку, надо помочь как-то этой птичке-то, она опять уже ползает. Вот она, эволюция, только в другую сторону. Ну, слишком много чести для одного даза, на самом деле. Шарды и Варлл Спанч еще раз! Минус шторм и снова болт, а дальше в МГ Уэй! МГ Уэй! МГ Уэй! Уэй, 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 Уэй! По-моему, он сейчас погибнет. Даун, Эйгу! Аккуратно, му! Ты сейчас всю команду рискуешь убить противника! Стой! Какие-то они, ну, слишком жесткие, смотрите. Вроде бы все пошло плохо, потому что герокоптера не убили, но потом Яхаги решили провести атаку, и эта атака закончилась смертью троих персонажей. Ну, так не должно быть, если честно. Ну, антимаг, кстати, что тут? Тут кто-то зафармил это все дело. Я надеюсь, это был герокоптер. Ну, я искренне на это надеюсь, потому что антимагом уже фарм ускоряется. МГ продолжает этими своими иллюзиями разведывать территории и фармить. А отбирает тем самым фарм у ТС. Ну, ТС-то уже с его лави. Но, похоже, ТС не хочет играть третью игру. Он хочет... Играть в Half-Life 3, друзья. Вот что он хочет. Так, ну... Ип. Хм-хм-хм-хм. Так, шторметки. Ну, надо что-то придумывать Яхагом, потому что как-то неинтересно получается во второй игре какой-то такой вот этот файт. Совсем меня, если честно, выбил из калии. Что-то как-то... Ну, как... Вот очень-очень было плохо. Это все... Ага, есть смоук. Хорошо. Верные ультимейта до сих пор нет. И, возможно, они сейчас тускарика-то и подрежут. Или они поставили своей целью забрать Дазла. Ну, они в прошлый раз там на него, кстати, к шторм потратили. И там остальные скиллы. Ну, и вот, похоже, в этот раз они опять-таки... Правда, есть TC. Так, фан. Ай, фиссура подвоем. Ай, плохо. Ай, калдаун сверху. TC убегает. Просто так его попытались замедлить. Удастся лучше погиб. Правда, там о-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Там лагуна, которая не прощает. И сон. Ну... Если бы они знали... Они знают. Они его увидели на варде. Они его видели. Теперь не понимают, шейкер, что делать. Это бежать назад. Есть фиссура. Фиссура по линии. Итп-аут. Итп-тп-тп-тп-тп-тп-тп-тп-давай. Он там еще подгонял лапкой. Видели такое? Давай, быстрее, говорит, крутись. Свиток портала раскручивайся. Читай быстрее заклинания. Если бы в реальной жизни надо было использовать свиток портала, в такой ситуации, я бы 100% уверен, он бы еще ошибся. Не то, что прочел не то слово. В итоге отменил бы тп. То есть, когда вы отменяете тп, это считайте, что ваш персонаж просто не прочел свиток телепорта, ошибся парой букв. Яша, чтобы быстрее летать. Быстрее летать. Ну, окей. В принципе, да, барабан. Есть и так уже быстрый герокоптер. Забавно, если бы у него какой-то подвес появлялся там внизу. Так-так-так-так-так-так-так. Тут решил дазл сделать тп-аут, но его, конечно же, отсюда не отпустят. Ну, фан подфиживает активно. Ну, нет. Нет, не подфиживает. Ладно, это я неправильно сказал, потому что в этой ситуации он был не виноват. Когда он погибал во второй раз, тоже он был не виноват, но только сейчас он как бы подфидил. Ай-яй-яй, это же лагуна Блэйд в Блуде Найна. Блуде Найн. Ну, фиссура вообще никакая. Да, и Блингдаггер Тускара. Здравствуйте, господа. Варлус. Здравствуйте, Панч. Здравствуйте. Новый год. Настает. М-м-м-м-м-м. 10 на 7. Такой вот счет у нас. Шторм надазла. Ну, по-моему. Ну, это не был размен, но как бы это выглядело. Так, ай-ой, закрыли, закрыли герокоптера. Шекер там, правда, рядышком. Виверна. Ну, это, не знаю, ошибка, не ошибка. В принципе, руты не атакуют. Ну, самое главное, то, что вот этот господин, он решил во Владимир выйти. Ну, может быть. Он, честно говоря, Владимир для антимага, как показывает практика, не самый профитный ресурс. Потому что фармительца так возвращает Тускара назад. Тускара имеет сноубол. Сноубол не прожал. Вот только сейчас надо прожимать. Стойте, штурм поставили. Слайтик. Шторм его убил. Ну, сам ошибся Тускара. Он мог сноубол использовать. Ну, как-то он долго думал. Ну, честно. Так вот, насчет Владимира. Собственно, для того, чтобы фармить леса, антимаг, ну, то есть, видите, он и сейчас в Battle Fury хорошо, прекрасно эти леса фармит. Ну, то есть, как бы, ему особо Владимир не нужен. В сражениях, вот, ну, сколько он там демиджа носит? В 160, там, эти 15 процентов, он их особо не почувствует. А слот занимать будет. Ну, демидж там, правда, появится, да. Ну, как бы, все равно это не так уж и много. Сатаник. И когда у тебя криты там по полторы тысячи, это другое дело. Да, когда у тебя там просто удар. Ну, ну, да ладно, так, Шелу Грейв опять фана. Опять фана пытаются убить. Но Шелу Грейв работает, он, скорее всего, уйдет. А, и уйдет, он подхилил себя, но нет, не ушел. Ну, пять раз подряд только что дазл погиб. TC зацепили, колдаун в TC полетел. TC может себя заюлить, если что. И вот сейчас самое время юлить. А, нага спасает сном. Хорошо. Так, есть иллюзия, TC отошел. Сейчас будет Warlord's Punch, сейчас будет снова Болл. Ну-ка, 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 в кого? Стан, Стан не по таймингу, Шторм улетел. Все-таки нет, Стан, ну, нет, не попали. Юля, с тебя Лина, уже минус два. Шторм выживает, Шторм пока пытается Лину убить. Антимаг шваркнул Шторма. Где лагуны? Лагуну не дали, Шторм бил. Ах, а Слэм залетел. А, хорошо-то, по-троим. Шикер тоже Фессуру пока контролирует персонажей. Warlord's Punch. Ну, нормально, будет отступать назад. И в итоге, так, вернули там антимага. Байбэк сделал Дизраптор, я так понимаю. Ну, покажите нам итог боя. Но все равно потеряли Ехаги много. Бой продолжается или нет? О, можно несколько раз нажать. Теперь и че. Лина лагуну не успела, про 50 долго думала. Надо было лагуну раньше делать. Вот она ждала, типа, чтобы зафаталить Шторма, но напрасно. Но напрасно. А, у Шейкера там уже Даггер, да? Ну, понятно. Флай, говорит Тинкер. Флай. Полетели. Такой, как Супермен, такая поза. Так, ну, лирическое отступление и торпеда уже поставлена. Ракета вылетела в Таска. Кстати, вот посмотрите на Тавра. Нага хочет зафармить ракету. Говорит, иди сюда, дорогая. Нет, Тавр зафармил лучше. По Таврам. Один всего лишь Тавр отсутствует в игре. Один. Центральный Тавр у команды Ехак. Все остальные Тавра стоят. Причем, если посмотреть на количество ХП, то, ну, ну, не такое уж и большое, да? В целом, можно очень быстро забрать. Вот, например, линию Тавров Т1 в Рутгейминг можно забрать в течение одной минуты. Там, просто пойти по трем сторонам. Два персонажа с одной стороны, один с другой, и там еще 23. Ну, правда, надо будет мириться с глифами, да. Ну, кстати, Даззл сейчас вот пушит, Лина ему помогает. Это будет размен. Тавр уже потеряли, Руты, а вот Ехаги пока еще нет. Ну, фортификация. Где фортификация-то? Well played, Ехаг. 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 Так будет, правильно? Ну, бывает. Бывает. Заигрались немножко. Тем временем поставили тут на Нагу наводку, еще и просветили ее вардецким. Забрали. А почему у нее? Потому что глимер у нее, ясно. Ну, счет-то, смотрите, сравнялся 12 с 11. Давайте графики, наверное, посмотрим. Ну, графики по-прежнему продолжают расти, и растут они в одну сторону, вверх. Таск с Даггером, ну, пока, пока что. Ой-ой-ой, ой, я переживаю. Вот фана, по-моему, как только я видела, его сразу же убивают. И, похоже, сейчас произойдет то же самое. Ах, а слэм в него потратили, не пожалели, шел угреб на себя, фан бросает. А вот это вот ошибочка, это фана вернули назад, фан еще жив. Си-си пришел, е-вы, хорошо. Сэксор, посмотрите, как я Даззла-то убить, вот это да! Есть сноубол, сноубол, одна секунда, две секунды, три секунды, долететь успел, не успел. Ну, шаржды-то поставили, где вардус-патч, антимаг, прыгает там на блинке, через три секунды, через две, через одну секунду будет блинк вперед, блинк, фиссура. Стан по таймингу, антимаг, лагуна, блейд. Ну, один в один. Ну, Даззл просто, я не знаю, охота за Даззлом началась. Охота на Даззла с бензопилой 3. Это новый фильм ужасов от Джеймса Кэмерона, друзья, вот так вот. Встречайте, в кинотеатрах страны. Или восстание зомби-даззлов, или там охота за зомби-даззлами. Не знаю, ну, популярные такие названия у хоррор-муви всяких. Я думаю, вы там в чате сейчас сможете гораздо более интересные понапридумывать. Ну, а тем временем мы наблюдаем, как Яхаги перемещаются по реке. Жарко, надо поплавать, немножко остудиться. Есть Бладстону. Блудинайса. Бладинайса. И Монтау Антимага, да? Так. Фан. Прячься, прячься. Беги. Я тебе заклинаю, просто беги. А, не хочет. Опять отдается так. Сразу на себя Шэллоу Грейппор. Говорит, все, принимай место диктор на Лину. Расстреливать Лину. Лина тогда еулить себя. Лина еулить не себя, она елить герокоптера. Даззл еще пока живой. Фан тоже живой. Все пока живы. А тут ТП вот пытался делать. Кто пытался делать? Диздрактор пытается делать. Калдаун сверху залетел. Магу-то притягивает к себе. Надо петь песню. Сирен не поет пока песню. Ушла в Глимер. Так, два в один. Пока что размен антимаг пришел. Антимаг слоу хпшным. Прыгает на Шторма. Эх, Эхо Слэм. Я сказал, что я сказал. Ерунду сказал. Но, тем не менее, Шторм-то погибает. Виверна тоже. Эхо Слэм. Ну, это было почти как Эхо Слэм. Это был Мановоид. Жесть. Жесть. Просто жесть. 2000 урона. 2000 урона. Минус 4. Дазл опять погиб. Ну, а почему бы и нет? То есть, на самом деле, ничего в этом. Ну, то есть, вот то, что 0.7 у Дазла, это все-таки тактический фит. Ну, как бы, что Дазла взять? Он ничего не теряет, у него ничего нет. А живет он достаточно долго и выманивает на себя такие важные скиллы Ехага. То есть, они постоянно что-то там на него дают, какие-то тратят заклинания, а это только ему на руку. Он, понимаете, он Шелу Греф даже на себя бросает. Он не бросает Шелу Греф там на кого-то, на другого. Он на себя бросил Шелу Греф, он все равно проживет 5 секунд. Делайте, что хотите. А я вас Ядик к этому еще дам, подхиляю себя, не знаю, побью с руки. Слэм там. Слэм, что-то понесло меня. Так, залетел на антимага. А тут был развод-то был! Какой феноменальный развод! Не-хо-хо-хо! Му, где функция повторов Дота? Я хочу еще раз это посмотреть. Я сейчас на стриме это буду смотреть. У нас задержка 2 минуты. 2,5. Я таймер поставлю. Так, 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 минус шейкер. А, и Пессура. Так, где там у меня таймер дополнительной функции? Секундомер. Старт. Так, антимаг на хайграунд зашел. Главное, чтобы дракон у нас никаких не было. Ага, ультимейт в антимага. Ну, рядом никого нет. Кстати, к штормсу тоже поставили. Подтягивает его к себе. Манки с Форевая живет очень долго. Он здесь будет жить. Но не получилось его проить. Все, кстати, в него дали. А там еще был Дазл с чем? Правильно, с Шеллоу Грейвом. Что он говорит? Хилинг Уэйв или какой-то? Кулоу Уэйв. Кулинг Уэйв. Охладеет. Говорит, остудитесь, парни. Ехак. Остыньте, ребята. Остыньте. Но включили уже свою машину руты. Просто корнями. Корнями сплелись. Шейкер. Может, конечно, запрыгнуть за Хаслэми. Там что-то как-то, но... Так, 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 так. Загирчем там. Так, мы на антимаге сейчас зацентрируем камеру. Это еще рано. Хотя, может быть, не рано. Так. Где стрим? Сейчас надо открыть стрим. Нажать play. Главное, чтобы рекламы сейчас не было. Ага, все. Ну, стрим параллельно там я все запустил. Теперь буду контролировать. Тут вот суперплюшки вкусные появились. В инвизии Лина бегает. Shadow Blade помогает убивать шторвов. Смотрите. Так. Оп. Станк по тайм. Хорошо. Продул. Лагуна. Пару ударов в счет. Ох, хлопнул его антимаг. Я хотела бы шейкер зашел в четверых. В троих. Нормально. И сноубол всех сейвит. Просто дальше на сноуболе шейкеры влетают. Варлус. Где панч? Варлус. Вот он, варлус. Вот он панч. Вот он дальше. Сражение. Это неинтересно. Давайте повтор смотреть. Так, 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 так. Вот я уже смотрю. Шторм. Фуллскрин. Так, антимаг. Антимаг шторм. Антимаг. Так, это я свичнулся на Дазля. Давай, переключайся на антимага. Так, 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 так. Смотрим. Там в кустах. В кустах. Тут кар. Оп. Оп. Варлус. Ах, красиво сыгран. Ааа. Круто, 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 круто. Но возвращаемся в игру. Ааа, у нас в игре минус Рошан, да? Ну, когда повторы в лоте будут? Вообще хочу повторы. Мы пересматривали этот повтор. Три раза, наверное, антимаг с Тарасточкой, кстати. Ухухухуху. Ну, я думаю, вот, из уважения к болельщикам ЕХАК мы не будем показывать графики, честно. Честно. Па-да-па-да. Сколько за это в Бладстоуне? Ну, ваши ставки. Я не смотрел. Я думаю, что 5. Извините. Я хотел сказать 3, ладно, честно. Думал 5, но хотел сказать 3. Но все равно был неправ. Их там 2. Оп, Фиссурка. Фиссурка. Дальше. Дальше Кеннетик Филд. Оп, запрыгнул Антимаг вперед. Запрыгнул не назад, а вперед. У него же Аегис есть. А что ему бояться-то? Кого бояться? Вопрос. Секундомер надо остановить. Ну, в осаду взяли уже. Есть БКБ у Гирыча. Что, она ему там поможет? Или не поможет? Не знаю. Антимаг опять прыгает. Виверну просто 2 ударов развалил. Да, там все, в него дали. Сноуболк вкатывается в Биг Бэт Бёрда. Погибает Биг Бэт Вёрд. Блудинай, он бежит назад. БКБ там проживает лагоном. Просто в Гирокоптера. Елизос. Руки-то. Наваливается Гирокоптера. Посмотрите, Гео Гирокоптер. Нет. Вот его. Там шел у Грэп на Му. Ворлус. Панч полетел. Там летает Шторм на Иуле. Тут уже трипл килл взял. А кто? Антимаг, видимо. И дальше пошел Блудинай. Нам есть Биг Бэт Вуду после байбэка. Шторм. 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 Шторм погиб. Тускар его забирает. Ух. Just a little snow. Немного снега не помешало бы. Конечно же, Тускар привези к нам снег. Очень жарко. Ну, может быть, не снег. Просто чуть похолоднее, чтобы было. И на годы собирала себе суперсапог. Итог боя. Мы тоже не будем из уважения к болельщикам команды ИХАК показывать. Ну, потому что там было бы какие-нибудь, там, пять тысяч. Или что-то такое. Ну, собственно, ГГВП. Как-то так. Ну, вот такие вот дела. Ну, что ж, господа. Вот как-то этой ночью у нас все... Ну, не этой ночью. Все эти ночи у нас 2-0, 2-0. И к двум часам мы уже как бы можем заниматься другими делами. Собственно, как-то так. Хотелось бы, наверное, третью игру посмотреть. Но слишком сильны были руты. Вот, ну, прям очень честно. Очень честно сильны. Поэтому, друзья, будем мы с вами на сегодня прощаться. Но вы знаете, что мы всегда вас ждем в наших эфирах. Приходите, наблюдайте. Смотрите, любите Доту, любите StarLadder. Приходите к нам в чат, общайтесь. Мы вас ждем каждую ночь, каждый день. Так что не забывайте. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»